странно пахнет банан хотя я больше половины съел да не нюхай ешь да я просто вспомнил что как меня бабушка заставляла всякое говно есть и пока мне не хотелось и начинал ковырять разглядывать нюхать она такая чё ты нюхаешь чё ты смотришь ешь давай ешь например что да не знаю каши всякие да слушай я могу сказать что многое что бабушка меня заставлял есть детстве когда подрос я сам с удовольствием ем я помню вообще жуткий момент это в рыбном супе нашел как эту гусеницу говорю блин за фигня не буду тип суп с гусеницы есть но и что гусеницы не не она же я съест от ее бы отлично логик я понимаю что они типа ели все что придется в тяжелые времена но это не значит что мы должны есть червей ну что ж начинается ребята начинается то ради чего все мы прожили этот год и полгода и е3 и начинается со звездных блин мне вот я люблю серию звездных войн но я к сожалению вот эту новую волну не смотрел то есть новые фильмы я вообще сейчас наверно ничего не пойму но я прослышал что эта игра будет по канону то есть она будет полностью втискиваться в сюжет или находить там свое место все будет связано с фильмами и так далее без монтажа абсолютно будут геймплей нам показывать будет действительно очень круто я помню когда microsoft первый раз показывали свой кинект они выводили на сцену актеров которым давали какие-то штуки и типа на экране про там кстати тоже игра про star wars была там они махали короче этим световыми мечами и было настолько видно что это фейк просто что это ну типа заранее записаны то что движение которые делали на сцене вообще не совпадали с тем что было на экране но я естественно верю этим людям ну либо просто плохо работала знаешь ну суть потому что был после релиза работал действительно плохо но на е3 это вообще не работало это был фейк видишь в космосе тоже есть круги как у нас на полях до головин с мечом вижу пас назад но сразу понятно что игра по star wars это чувствуется альфа геймплей кто-то может конечно же сказать что это анфим но нет это star wars и все игры electronic arts из-за движка из-за фростбайта похоже одна на другую как две капли воды сша если бы я владел допустим студии такой я бы почему почему бы я бы может даже просто рискин дело каких-то игр это же очень удобно прикинь ты собирал анфим он не зашли может быть и есть владелец электроника но почему-то тогда до сих пор не купил всех хату может быть я просто не говорю об этом мне мне как представителю бета-самцов мне приятно что наконец-то мужчин в компьютерных играх перестали показывать накачанными красавцами что мы наконец-то играем за какого-то рыжего дистрофика с неприятным лицом это здорово то есть джедаем может быть любой на что последнее время но типа женщина бунтовали что постоянно идет сексуализация образом мне как мужчине было обидно то что и мужчина главные герои обычно представляет из себя какого-нибудь сексуального матча начало пути может подкачаются хотя если так вспомнить звездные войны то в принципе токачков не было может их это остановило как блин мне кажется есть специальная должность человек который играет в игру для того чтобы ее потом показывали на выставку то есть он как-то супер медленно двигает геймпадом а саново от этих местах где скрипт работает это ну типа причем все равно выйдет игра и она супер будет не похоже хотя наверное вот на это она будет похожа сейчас мы видим на отстойную картинку мыль на то есть наверное в этот раз не обману все будет именно так но и вообще там где но показывали одно выпустили другое в это это я могу поверить что будет выглядеть примерно плюс-минус вот так но естественно будет все это еще на супер боком и железе текущего поколения консолей показывается геймплей наверняка с каком-то супер мощного компас 2080 а если но это неважно ну чё вы думаете ей play чего думаете и чувак набери меня так стать прикольно он подрубил у него смотрите у него на на поясе как бы этот шрам но он жив и как бы не распадаются на двое блин кстати в годов паре тоже вспомнилась мне илья вот его затронул там же тоже получить проблема с расчлененкой и так далее потому что тоже возраст решили занизить немного игроков и как не этого не хватало как вот 3 года фар был прекрасен вырываешь ноги у богов и все такое и как же как же вот в этом году фаре мне не хватало тогда вообще 12 10 был личном делаешь врагов которые принципе не имеют там красной крови умирают лопаясь или еще что-то у тебя хотя бы есть оправдание но тут есть оправдание дисней все-таки делает во первых диснею вторых все-таки штурмовики но да никогда star wars не был жесток это всегда был детский продукт не но нашли насилие нет мы вообще куда-то в другую не в ту степь ушли прямо но мы для себя на себя немного одеяло тянем но вообще может быть хотя бы фифе будут отрывать конечности но что я смотрел как-то в детстве жесткий момент из футбола там тоже есть что показать так сказать как фильм он умеет свою ворот уронил ну что что у него команда очень усердно работает чтобы сделать апекс лучшей battle royale игрой не побоялся этого слова надо дать больше денег шрауду еще пожить полгодика новый мод и brand new weapon ребята вы все ждали мы все играли в апекс давайте же поглядим что там за пушечка слушай а почему газонюх и самоганец одинаковые девушка очень сильно за ним был единственным белым мужчиной кстати в игре в косплее это не так я просто не вижу смысла в нее возвращаться абсолютно это что они сейчас показывают не то что не заставляет об этом задуматься это вообще не заставляет ни о чем задуматься скины легендарные появятся они их показывают видим который будет тяжело набить если бы этот скин дамажил побольше понимаете да если бы он хотя бы выглядел прикольно для начала да это зачем я не понимаю может быть новая карта к лозике мы бы не ничего не поменялось просто больше косметики а стоило ли это вообще на и 3 показывать у них еще есть 10 минут уровень но этот ведущий не так сильно хайпит он так смущается бровями так знаете дивана ну да вот мы косметику завезли давай я переведу расскажите нам что-нибудь про новый контент ну к сожалению все у нашу команду разработки перебросили на новую игру по star wars поэтому у нас осталось этим летом всего 8 человек и шесть из них уборщики так что увы ничего интереснее чем нарисовать пару скинчиков мы сделать не смогли бюджета у игры тоже не осталось так как в прошлом году мы потратили все бабки на то чтобы проплатить стримеров так что не ожидайте ничего особо интересного если игра доживет каким-то чудом до второго сезона то возможно нам вернут хотя бы еще человек пять в студию и мы нарисуем еще немножечко скинов но это далеко не про новое оружие имеет смысл говорить который вот завезли чувак на мы на выставке смотрим на новое оружие в афексе ты понимаешь я уже я уже сказал единственное что приносит сейчас деньги electronic arts от и игр по лицензиям star wars и спортивная дрочильня каждый год поэтому они ее и решили показывать они такие посмотрели так как у хрена нам фифа мэдон приносит по миллиарду баксов а все остальное мы только тратим и ничего не получаем давайте лучше заработаем на этом так через три минуты ребят battlefield но я не знаю battlefield по идее не могут они сейчас нам показывать новые скины потому что все таки там немного другая система монетизации они игру продают то есть один один пунктик мы зачеркиваем и дышим спокойней но вот проблема в том что скорее всего ничего хорошего тоже не будет но ладно я буду хлопать если они хотя бы лут в ящики засуну я буду хлопать я буду я прям стану и буду хлопать давай давай по пузу друг друга ну естественно они еще не добавили но мы потренировали блин у меня у меня ладони настолько липки что они прилипают к моему пузу просто так омерзительно чего если я погромче сделал микрофон ты даже услышь как они отлипают блин слушай надо опять блюете достать прислонить пузо вклю вкрутить какая сэмерщицы и короче это самое и ногу засуну блять причем тут нога просто вспомнил блин у меня это кстати реакт видос 200 тонна с левом канале без комментов собрал за сутки я теперь будут только бы я короче начну в отдельную рубрику теряда я перенесу ее на меди блок и буду у ксюхе показывать все конечно ты видел сколько американских популярных каналов где бабу бабулям то показывают представь сколько сколько наберет видео если найти какую-то фанат купанина которая живет не в интернете не знают его похождения не братан если показывать незнакомым людям это видео то я боюсь что можно ногой получить по морде так чувак да тут неважно даже знаешь что это что это плане на метод все равно жесть такое видео даже чтобы там был просто рандомный мужик это бы все равно было омерзительно но я типа такого еще не видел чтобы нога в очко завязала почти но я нас признаться у тебя в группе вконтакте кто-то под пост кинул я зацепил на секунду и выключил для меня конечно я тоже случайно нашел я марианскую паде в паде надуглил слушай сколько она курит у нее такой голос какой ирина аллегрова у нее такой вот платье ее мне нравится ты руки ее видишь какие накачаны может теннисистка она вся такая ну крупная но в том плане что в хорошем смысле спортивно вот как можно быть таким просто безответственным человеком сниматься для интернета и не иметь вот этого вот зуба на это же просто да он еще и не брит и волосы сальные ужасно просто смотри что человек и противно смотреть вот это понимаю улыбка чтобы она вообще рот не закрывала приятно смотри так ну что ж давайте заценим ты бы это поменьше таких фраз тип смысле я завидую людям что ты имел ввиду чтобы она вообще рот не закрывает значит у неё лучками у него зубы вилки ровные белые ты видишь у меня разных цветов перенесу пушные сломали до 100 что-то этим колечком в носу в носу когда она прям так как у не особенно это короче как у нее если в одной ноздре знаешь мне кажется симпатичнее смотрится но когда вот прям висит как у быка дуня бумажка лежит я сейчас игрушечное колечко сделала в нос и вставил зачем как будто мне не 30 а 1 5 я бы я бы на самом деле чай вообще батл 4 гонял или пошли кекс давай покупай world war 3 пошли в полярный вы его я кстати его почти купил до тебя когда ты говорил я же его давно хотел купить на его на релизе засрали потому что там очень логовало все но потом вроде но сейчас супер отстойно и убоги на самом деле а зачем ты зовешь его туда ну мне карта понравилась она вновевает прям ощущение я просто был мурманский прямо один в один там кто-то украл фотографии только что какой-то пират был ребят слушай а давно лимонов разрабатывать что-то для электроник возможно давно надо понять но мне кажется в тренде 2019 потому что я читал книги это я и дичь пожалуй я теперь не удивлен почему японцы не очень внимательны ну чтож восточный фронт все же показан не может не радовать дальневосточные будем высаживаться на его диму гайс концепт выглядит неплохо мне нравится это же очень здорово здорово смотрится в это свежая струя потому что такого как минимум в первом battlefield не не видели скажите про battle royale скажите мы засунили вещи в ящик а ящик выкинули вместе с этим режимом из игры да ничего не сказали абсолютно короче очевидно что они в реально просто забили то есть они даже банана забавно что прошлое е3 была полностью посвящена тому что будет firestorm а в этой уже как будто и не было такого режима просто молчали неудивительно если ты без стрима то катка там ищется 7 минут причем они еще вот так еще так говорят что как будто и в следующей игре вообще можно даже не ждать battlefront 2 мне тоже не платил кстати вообще мне не разумеет и больше говоря о том что никто не платил никто и платить не будут все решит что решать что дурачок который бесплатно во все говно играет этого мира ну что ж фифа 20 ребят если вы будете играть фифу будете выглядеть как вот тот парень слева нагонять мячик точно так же ловко или так ну короче показывается трейлер который сегодня выкатили вот эта женщина зелеными волосами это видимо главная любительница футбола которую нашли для трейлера уверен что она знает что такое upside наверняка даже блин наверное эту шутку нельзя говорить до конца на твиче так что я за замолчу не буду говорить что такое обстоит дети в дискорде напишу да я сижу с недоумением на самом деле даже стыдно это простая шутка я просто не понял да 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 ну чат просто весь смеется мне кажется поняли куда-то английская игра понял да лучше не говорите а тогда суши это же из игры такое ощущение что графика что-то нет не бомбы нет это даже не не это реальные актеры я уже реальной жизни устраивает в плане графика да поэтому я стараюсь пройти вот там девушка какая-то много сейчас он ей пасек отдал отдал и пасек оп 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 я тут ради фифы а ты извини там девушек неплохо ну очевидно что футбол это самый женский вид спорта поэтому такое количество тянок наконец тут они тут они к брать интервью у рио фердин на легенда манчестер юнайтед я не могу я не понимаю британского языка но видимо рио фердин говорит о важности дворового футбола на его районе но я так смотрю футбол играют настоящие мужчины так сказать у нас примерно сейчас такая же картина в дворах то есть раньше мы школьники бегали там увлекались но сейчас вот как мы видим другой немного контингент спортивный классная техника у парней что ты еще можешь сказать это местный чувак которым кричишь пас но он никогда его не отдаст очевидно ну а ты обыгрываться по вот согласитесь чуваки обыгрываться об стенке в дворовом футболе это одна но об коробке об сетке это одна из самых помойных вещей когда ты не можешь один в один обыграть и просто лупишь стенку и потом бежишь вперед но это настолько помойно блин я просто терпеть не могу такое даже когда у меня есть возможность тупо шлепнуть я сейчас уже не играл не играю уж в дворах тем более но я никогда такого не делая всегда старался надо оставаться в пределах поля короче была игра фифа стрит она была довольно фановой после этого серию закрыли по-моему фифа стрит 3 по моему последний было прошло не знаю много лет фифа стала абсолютно без идейный штамповкой там вели какую-то сюжетку щупать креп никому не нужны и тут они вспомнили блин было фифа стрит и типа уличный футбол и многие просили снова выпустить фифу стрит многие просили вернуть коробки которые были фифе 98 последний раз таки ну давайте так и сделаем походу это единственное раз они такой акцент на это делают это вообще единственное что будет отличать фифу 20 от фифы 19 ну я даже не знаю под это все осталось только поставить музыку футбол чик мальчики походят на качков но это серьезно какой-то полный отстой а прикинь каждый год они начнут телевыпускать разную фифу то есть она будет вообще кардинально отличаться то есть прошлое было обычным большим футболом сейчас уличная потом тюремная например нет не тюремную фифу надо в россии выпускать у нас много футболистов на зоне сидит это кстати прикольная идея тюремная тюремный футбол мне нравится карьера тоже неплохая начальники тюрьмы тебя перекупают чтоб ты играл за их команды но я очень так поиграл бы а вот физика мяча новая анимация так супер новая система мяча чувствуется по-новому он говорит но в общем ребят лучше почувствовать мяч вы только сможете купив блин жесть я сейчас сижу и понимаю насколько это искусство тяжелое знаешь продавать и продавать одно и то же продавать игры да они прям посмотри что он говорит то есть он говорит что вот дриблер там тяжелый дриблер не может сопротивствовать легком и вот мы обработали систему придумали это я прям сижу и думаю они живут реально это все придумывают каждый год что-то новое что-то что какие-то игроки реально такие сидят у нифига себе нифига себе да не не они думают не над этим они думают как сформулировать отсутствие ну как хоть каких-либо новинок таким образом чтобы казалось что они что-то изменили но это уже стало скучно потому что ты с года в год они говорят одно и то же 2 бэй ин пусть будет пусть будет я не знаю двух вараг в законе который в тюрьму попадает что там сидеть просто что роднее давайте вот такую игру то есть об наоборот не из тюрьмы бегут а пытаются не попасть но их никто не хочет сажать просто тюрьмы переполнены о а ты говорил вот анфим главный продюсер анфима но это просто жесть короче игра мертва забавно забавно то что засунули ту же самой ситуации что battlefront 2 это новые айпи на которые они так ставили ну в общем они слушают фидбэк игроков и спрашивают постоянно чтобы сделать вот как раз они все задние самое забавное что как раз таки они ничего не слушают и ничего не делают в прямом смысле слова они ничего не делают игроки ноют на реддите месяцами делают предложение то есть даже практически во все игры в которые я играл и хант и destiny и так далее у них на реддите там есть какие-то предложения то реально приходят разрабы и что-то иногда в игру вносит здесь ничего не происходит более того они выпустили этот апдейт который оказался хуже чем кто-то мог даже ожидать который ничего не пофиксил и только еще хуже ситуацию сделал и после этого они вообще удалили роадмапу с сайта все он знает что они могут быть отличной игрой что знаю что много еще на чем работать нужно и мы пошли работать грейд ну я друж дружные ребята все друг друга любят но я благодарен анфиму за то что они мне подогнали на своего мерча и его портфеле антим спит кошечка которую я завел она такая немного беспокойная она спит в этом портфеле всегда я мимо прохожу он варяет в прихожей я всегда супер доволен американский футбол ребята ну чтож это жужу один из самых известных джу-жу-ху на английской транспорт один из один из самых известных жужу не путать жужу ой-ой-ой нифига себе магнус он размотался об стену в смысле как же я рад что электроник артс позвали жужу но он и в прошлом году про это был он так у него были смешные штаны если бы я был фанатом футбола прикинь сейчас приглашают моего кумира я сижу и ты можешь немного больше уважения джужу он легенда живая я заметил что не мертвый джу-джу смит шустер как же он поймал самый молодой игрок nfl за всю историю кроме того любит играть в call of duty чтобы остановить этого игрока в игре вам надо будет двумя игроками его прикрывать потому что он исполинский просто размеров весь от ног до головы да 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 все размеры большие упорны блин прикольно наш человек то есть но я знал на твиче там известный гонщик и ландо норрис стримил майки маус из юси стримил саша грейс в смысле нет это из другой оперы но вот это тоже чувак он из мира спорта и при этом интересуются видеоигры видеоигры дизайнеры игрового еще вызывают клинки все да все кто имеет отношение к мэддону может если мы начнем играть мы тоже подумал как вы имеешь шанс но для меня это опасно для здоровья не кажется я могу черту пить и по лену чтобы ногу на ногу положить приходится поднимать настолько нагрузим ему надо участвовать в соревнованиях по пощечинам этому они думают что это будет лучший год для симса опять ну что что нового о на острове лет вы сможете в симсе жить на острове ребята возможно купаться даже он на тропику очень похожи возможно купаться даже в открытом океане мы сушиться неплохо неплохо загар можно быть кататься наверняка можно быть лутаться возможно может в конце круг еще и сузится у кого из них непонятно самом деле но это я видел там пивчик в бодюле они короче мусор убрали а у нас в а прикинь sims по россию наоборот пришли насрали а потом пришел лев против и залил всех перцем в это я поиграл блин крутая игра кстати есть стиме игра про гражданское непонименовение называется что рает не помню полностью там там надо майдан устраивать прикинь кстати было бы неплохо если бы они сделали редактор поподробнее что можно было реально натягивать лица людей знакомых а то у них настолько простой вот этот редактор персонажа что прям совсем отдаленно похожи люди получаются вот это нормально бы тема была когда ты играешь реально и там действительно короче лица натягивать надо натягивать лица это то что нужно любой игре назовите игру где не нужно натягивать лица если только не на войде играешь в металл гире первом еще тоже не пригодится в остальных во всех играх ребят натягивать лица и игра станет 10 раз лучше блин сколько раз еще за это е3 кекс предложит натягивать лица я уже за сегодня даже немного притомился подожди а завтра ночь уже да будет ночная выставка в 11-го дня в один с начала майкрософтов но там вроде еще беседа ночью это самое нормальное когда до 4 утра надо пердеть потом встаешь такую жару отлепляешься от кровати блюешь нежелание жить и смотришь как тот город продает тебе пластиковый пакет из фаллаута 76 или чего они там были мне вообще не нравится ничего из того что электроник карты сегодня показали кроме этой блондинки с кольцом в носу она была нормальная зубы у нее завидую было бы неплохо иметь такие отправки повезло же людям некоторого просто ни с чего и нормальные зубы на самом деле вот у меня сломан передний зуб но до того как он был сломан он друг на друга они наезжали до тренинг еще хуже был зубы чистят а чтобы они ровными были надо чистить я почти на сто процентов уверен что но это не природные зубы скорее все ну вот у насти у насти тоже у нее не настолько белый но у нее супер ровный и она ничего не коронок ничего а есть ну я типа снил бы правдивость твоих слов есть какие-то фотографии где она улыбается полный рот не знаю даже но и слава о чем тогда говорить я тоже могу сказать что у меня супер не я ну я типа ну мы поможем договориться покажу я чё просто реклама что ли зубов не но я слышал что есть у людей типа природно но у нас в любом случае не это самое не принято улыбаться во весь рот как вот эта дама слушай а мне кажется ли у женщин чаще ровные зубы чем у мужчин или мне кажется мужчина вообще меньше за собой следят чем женщина может быть и это как-то и на зубах отражается плюс мужчин я не хочу быть сексистом каким-то но у нас зачастую жизнь потяжелее знаешь нас могут отправить в чернобыль забрать в армию там выбить зубы к примеру или просто в тюрьме где-то цинги они выпадут или ну просто плюс мы больше едим чем женщины все такое зато у женщин всегда некрасивые стопы ног потому что мы мужчина мы не носим туфли и неудобную обувь на большую часть жизни а вот на женские ноги посмотрите они всегда все на ступне они всегда все короче пальцы кривые у них вены на ногах нет я имею ввиду именно ступни ступни не сами ноги так можно еще быть русалкой даже представляете только это симс что ты должен делать русалкой строить подводный дом какой-то а может заигрывать с туристами и с дельфинами нифига себе а потом придет ведьмак и отрубит тебе голову нахер чтобы ты не соблазняла или как фильме в этом старом амфибия человек-амфибия так было же еще какой-то новый фильм довольно криповый на еще кучу оскаров дали 1 плюс 1 или не знаю я в последнее время не слежу за оскар последние лет 27 форма воды ну пусть да я имел ввиду форму воды на аквамэн просто не был кринжовым и криповым я вообще не особо люблю такое кино сейчас другого не уходит каждый новый фильм я вот недавно смотрел список фильмов которые вышли в девяносто четвертом году там и побег из шушенка и короче куча фильмов там на оскар такая конкуренция была вообще ну да 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 короче много я сейчас просто не могу весь список вспомнил как сраный побег из шушенка но фишка в том что в 94 95 каждый год выходил и сейчас короче за за год ну вообще ничего не выходит кроме сраного марвела говна блять сраные комиксы просто одни комиксы блять все громкие премьеры года ебучие комиксы но смотрят же миллиарды собирают я не могу войнить по этому поводу мне они вообще не нравятся но я понимаю что на спрос я думаю если бы вы пускали что-то уровня того же форста гампа побега шушенка тоже смотрели но да к сожалению так сожалению драматические фильмы сейчас это тоже такая тема о смотри какой красавчик одобряю а почему не такие мокрые гугл нижняя губа он их облизал перед тем как выйти у меня текла слюна тем как он готов рассказывать о симс ты бы осторожней про этого парня между прочим у нас сейчас лгбт-месяц в отличие всеми обоими ногами за каком может это руслан усачев реально я очень давно не видел еще и женщина я смотрю на ее мне кажется им везет они меньше потери вот там не знаю мне кажется это зависит именно от твоих потовых желез все такого потому что но типа я знаю мужчин которые вообще не потеют и знавал женщин которые потели пахли но в количественном соотношении мужчин я к сожалению так получилось что я в жизни нюхал не так много женщин а вот мужчин понюхал достаточно много поэтому наверное я должен сказать что не могу в процентном соотношении но опять-таки женщины блин они следят за собой как опасный раз дизиком подмышки мазал ну вообще всю жизнь не мазал но я не сказал что я воняю хожу но это не тебе судить братанка но подмышки многие не стал мне отговорил нас это реально какая-то глупость хочу побрить ноги другое дело на него кстати мы тут правил у них сзади то этот баннер видел я в квалификации формула-1 смотрю если честно я не выключил блин сорян я жал на кнопку просто у меня этот микрофон зачем ты спалился люди подумали что карьере радость о ее станет смартфон айду я кратя 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 он делает на выставке на которой а пикс ребята проходил показа мне больше нравится пузо чувака на котором написано never fall в шоке а в подушку у меня такая же только ступе из мира автомат всех правда запрещает не с ней спать ну народу у них довольно много я должен сказать но в целом допустим если бы был лос-анджелес я бы тоже зашел правда не знаю из всего этого я конечно звездный войн только поиграл на острове плавать не особо хочется приходить завтра в 23 0 по москве у или в группе вконтакте будет написано либо у меня точно инфа где что и во сколько не пропускайте суши подожди сейчас я полное расписание посмотрю я думаю имеет ли смысл ромать ломать режим или один день перетерпеть там остальные дни то во сколько ты можешь сейчас и черенобыль посмотреть все пять серий типа на ночь сама она спать будешь как младенец после этого все правда вон там такая комедийная тема приятная сама она перед сном чтобы кошмары не снились не снились